Слава Украине! Привет всем от Полонского! Правильно, подходит к вопросу, к ватному вопросу Латвия. Значит, что там происходит? Смотрите, скажем так, гражданам немытой, которые с немытым паспортом проживают на территории этого Балтийского государства, дали некоторое время довольно длительное, я бы сказал даже очень длительное, на то, чтобы выучить латышский язык и сдать по нему минимальный экзамен знания языка, ну или вернуться домой, туда в Балата, откуда они прибыли в благословенную Латвию. Что вы думаете? Почти 4000 организмов, ну, либо не сдали, ну, вдумайтесь, сколько у них времени было, да, с 1991 года? Сколько лет прошло? 32 года было. Да, нормальный такой срок, да, неплохо. Вот. Они продолжили, либо не сдали этот экзамен, либо тупо даже не явились на этот экзамен, зная прекрасно, что они, ну, скажем так, не в состоянии, не в состоянии или не хотят выучить язык страны, в которой они проживают. Вот. Сейчас вот этим товарищам, назовем их так, действительно, слово товарищ, тут очень даже уместно, сказали, ну, пожалуйста, хорошо, в таком случае вам 3 месяца, собрали, как говорится, свои манатки, вы не любите Латвию, вы любите Балата, вы любите Путина, вы любите узкий язык, вы любите вот это все, пожалуйста, вот граница, вот чемодан. Только не срывайте унитазы, унитазы оставьте в стране и вперед, значит, туда, где вам все нравится, где вам абсолютно все подходит и все так супер-пупер замечательно. Лично я считаю, что можно только поаплодировать решение латвийского правительства. Почему? Потому что, ну, они осуществили многолетнюю мечту вот этих вот людей пожить, пожить с Путиным, с этим, как его там, господи, простите, Жириновским, да, Жириновским, в одном государстве. Вернуться туда, что они любят, березки, шмерезки, вот это все, и полной грудью вдохнуть свежий воздух, доносящийся из ближайшего сортира свободного падения. Свобода Украины.